Привет, с вами Зверько и зеленый гайд на свежего героя. Нам дали нового, мощного мага Фашун. На мой взгляд, геймплей на ней весьма прост, особенно если у вас достаточно большой экран, а не как мой. Почему-то система не хочет, чтобы я ультовал в правую часть экрана. Ну вот, пожаловался, чего я не люблю. Скорей к обзору. Фаша — это маг, рассчитанный к урону на дальней дистанции, с суперской способностью для смены позиции, опасно в громадной команде, бесполезно с балбесами. Коих, как мы знаем, все же очень много. Итак, как играть с самой Фашой и как играть с ней в команде? Не знаю, когда изменят эмблемы, но скажу одно — делаем упор на урон и, если есть два танка или более, пробитие. Навык на эмблемах — ярость. Пересмотрите видео, когда выйдут эмблемы. Навыки. Пассив. Духовное единение. Ворон, парящий рядом, получает очки заряда. Когда их становится 10, он атакует врага. Старт и он 300 не промахивается. Ворон вылетает не только на атаку с руки, но и на заклинания. Мало того, что он наносит весьма существенный урон, как к концу боя зачастую больше тысячи, так еще и замедляет противника. Актуальная пассивка на протяжении всего матча. Первый навык. Крылом к крылу. Лучший эвейт для мага. Фарса превращается в туман рядом с вороном на 5 секунд и может лететь куда угодно, преодолевая препятствия и получив ускорение. Кроме того, прокачивая этот навык, мы увеличиваем свою магическую силу. Стан выкидывает нас из формы тумана. После тестового добавили анимацию превращения, так что есть задержка в полсекунды. Тактическое применение этого эвейта чуть позже. Второй навык. Энергетический импульс. Фаша запускает перед собой широкую магическую волну. Время каста примерно секунда. Расстояние дальше, чем выстрел с руки. Наносит урон всем врагам на своем пути. Навык поддержка для нашей ульты. И чтобы хоть как-то собирать крипов до 4 левела. Стартовый урон 350. Ульта. Наступление. Наша основа. Хотя я бы назвал защиту, исходя из тактики применения. Фаша переходит в осадный режим, нанося урон снарядами сверху, что важно. Наносят урон снарядовой площади, притом урон немалый, а расстояние огромное. Стартовый урон 500. В среднем КД навыка между режимами артиллерии 7 секунд. КД между выстрелами около 2 секунд. Примерно столько летит наш снаряд. Противнику видна область поражения. Видны стрелки направления к центру и столб света из головы фаши. Ульта. Как наше оружие, так и уязвимость перед убийцами. Сборка. Сборка, конечно, на урон. Многие начинают с часов судьбы, но я предпочитаю другие пассивные навыки предметов. Жезл молний. Даст нам достаточно регенерации маны и дополнительный магический удар. Вы только вдумайтесь, с одного заклинания у нас, кроме попадания, вылетает птица, да еще молния с посоха. Сапоги заклинателя. Для фаши сапоги сугубо условны. Жезл снежной королевы. Я его беру редко другим магам, поскольку прокастерам он не нужен. Они должны убивать за секунду. Но для фаши это мастхэв. Попали двумя заклинаниями, у его противника минус 30% передвижения, и нам проще попадать ультой. Кровавые крылья. Сразу поднимают наш урон на новый уровень. Охранная реликвия. Делает нашу комбинацию. Второй навык, в который добавляется урон от птицы и жезла молний. Плюс попадание ультой. Мгновенно выбивает тонких персонажей в таверну. И последнее по вкусу. Или концентрированная энергия, если играете соло и не хотите бегать за хп на базу. Или слезы дьявола для прибития танков. Либо если противники поголовно собирают магическую защиту. Или пылающий жезл, чтобы увеличить исходящий урон, особенно по толстым персонажам. В конце продаем ботинки и собираем что душе угодно. Тактика. По большому счету базовый геймплей прост, но развивает косоглазие. Открою маленький секрет. На карте иконка отображается раньше, чем появится противник в пределах экрана. Фаше не нужен отхил. Она должна пугать противника своей устрашающей огневой мощью. Но в этом кроется и слабость. Поскольку убийцы, ориентируясь по очертаниям круга, определяют ваше место в кустах и могут подобраться незаметно. Поэтому фашу нужно прикрывать или союзниками, или башней. Как же спасаться от убийц? Большинство опасных убийц ближнего боя. Наша задача стоять так, чтобы рядом было препятствие. Как только приближается убийца, которого мы не снесем одним прокастом, мгновенно превращаемся в птицу и перелетаем или зависаем над препятствием. Потемнел экран, тут же летим в сторону башни от предполагаемого местонахождения Халкорта. Возможно тьма по нашу душу. Или зависаем над препятствием, поскольку тьма действует гораздо меньше, чем мы летаем. Прокаст фаши. На ближней дистанции второй навык и сразу ульту. Какую-нибудь лейлу размазывают по стенке. Как играть, если в вашей команде фаша? Видите круг? Сражайтесь в его пределах. Атака, отошли на шаг, атака, отошли. Противников не порадует пролетевшей с неба более 2000 урона. Недавно, тестируя фашу в рейте, наблюдал, как за пределами уже активированной ульты дерется бестолковая фрея. Или криворуги Акаевы толкают противников из области поражения. Самый смак для фаши – это союзники с контролем на месте или стягивающие противников в одну точку. Как это делают Руби или Тигрил. Для одиночной цели подходит и Франко. Что забавно, союзный Франко может притянуть цель для вас под обстрел. А если Франко в противниках, и его комба со станом ультой позволяет неплохо отстреляться по самому вражескому Франко. Наши-то выстрелы дальше крюка. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем удачных боев и приятных побед! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok